14 декабря в Симферополе правоохранители допросили брата осужденного евромайдановца Александра Костенко Евгения. Молодого человека обвиняют в том, что в мае на оглашении приговора суда по делу его брата он якобы при выходе из зала заседаний показал неприличный жест в сторону суди, чем оскорбил его честь. 15 мая был достаточно серьезный накал страстей в суде. Сашу в очередной раз притянули в СИЗО в Крымском и мы пытались донести до суди, что следует отложить оглашение приговора. Судья нам отказал. В результате я покинул зал судебного заседания в знак протеста против такого судилища и вслед за мной покинули судебное заседание семья Костенко. При этом из-за того, что был серьезный накал страстей достаточно, Евгению стало плохо, ему свело руку. Он ее как-то попытался встряхнуть, и вот этот жест был как раз расценен достаточно неадекватно судьей. По факту якобы оскорбительного жеста в сторону суда, со стороны Евгения Костенко, 15 мая был составлен протокол судебными приставами и были взяты объяснения. На допросе 14 декабря Евгений Костенко принес извинения за то, что данный жест в мае был расценен как оскорбление, рассказал адвокат брата Евромайдановца. По его информации, следователи уже допросили сотрудников ОМОНа, судебных приставов, а также секретаря заседания. Все они отмечают сотников. В один голос рассказали, что его подзащитный показал неприличный жест именно в сторону судьи. Мне кажется, что возможно сейчас будет психологическое давление на Сашу. У нас просто есть определенные предположения, что сейчас Саше будут требовать показания на одного человека, которого я называть не буду публично, но который достаточно известная личность, стал с недавнего времени еще более известным. Поэтому будем, соответственно, мониторить это состояние, будем следить, чтобы никаких к Саше претензий не было. А вот данный инцидент, я считаю, возможно, инструментом давления. Сторона защиты сейчас готовит свидетелей, которые подтвердят, что Евгений Костенко никаких жестов в сторону суда не показывал. Когда их вызовут на допрос, следствие пока не сообщает. Дмитрий Сотников говорит, что у защиты есть и другая задача. Мы представим свидетелей защиты. Эти свидетели, ну, чего говорить, это родственники, это дядя Евгения и Саши Костенко, вот, это их двоюродный брат, которые были, тоже выходили в судебное заседание. Вот, наша главная задача не допустить до психиатрической экспертизы, потому что мы не уверены в компетентности психиатров местных, крымских. Мы думаем, что тут может быть достаточно серьезная подстава, и из статьи, которая не предусматривает лишение свободы, как вид наказания, можно сделать принудительные меры медицинского характера. Поэтому наша задача сейчас до этого не довести. По словам Сотникова, до допроса 14 декабря следователи настаивали на психиатрической экспертизе Евгения Костенко, оснований для проведения которой нет. Брат евромайдановца подал ходатайство о том, что такое свидетельствование в данном деле может проводиться только добровольно. Адвокат добавляет, молодой человек не понимает, каким образом определили, что его якобы оскорбительный жест был показан именно судье, а не другим участникам судебного разбирательства. Евгения обвиняют по пункту 2 статьи 297 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ней говорится об оскорблении судьи, присяжного соседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия. Тогда как пункт 1 определяет наказание за оскорбление участников судебного разбирательства. Разница в пунктах в том, что по тому, по которому объявляет Евгения Костенко, наказания значительно больше. По первому штраф в размере до 80 тысяч рублей, по второму до 200. Отличаются и сроки возможного ареста. По первому пункту до 4 месяцев, по второму до 6. Почему-то вменили именно 297-ю, часть вторую, а это более тяжко считается, при том, что в суде находилось очень много людей, но именно из всех этих людей, именно судья Можилянский оскорбился, никто другой. То есть могли бы сказать, что оскорбил секретаря или оскорбил судебного пристава, тогда была бы часть первой, это более, ну, более меньшее наказание и вообще она более легче. А так именно почему-то часть вторую. Следствие по делу Евгения Костенко продолжается. Напомним, в июле 2015 года на брата осужденного активиста Майдана Александра Костенко завели уголовное дело.